Ах, обожаю номинации на Грэмми. А вы? Это просто смешно очень каждый раз, потому что периодически там встречаются такие личности, которых ты вообще не ожидаешь увидеть. Вот серьезно. Джастина Бибера в этом году также дофига. Мне кажется, он вообще используется на премии как пушечное мясо в номинациях. Потому что на прошлой премии у него тоже было дофига номинаций. Но чем это закончилось, мы с вами все прекрасно знаем. И Леди Гага, которая не промила свою хроматику, которая вышла, но зато выпустила джазовый альбом с Тони Беннетом. Половина там, по-моему, вообще были каверы на старые композиции. И получила шесть номинаций. В то время как фанаты BTS ждали, что наконец-то все оценят их группу по заслугам и так далее. А они получают в главных номинациях, по-моему, у них только одна номинация. Зато у нас есть Оливия Родриго. Ну и давайте сейчас сразу же пройдемся по всем номинациям, которые представлены на этой премии, быстренько. Это видео будет коротким. Обсудим, что к чему и попробуем все-таки внизу в комментариях с вами вообщаться насчет этих номинаций. Альбом года. В ней представлены Тони Беннет и Леди Гага, Love for Sale. Джастин Бибер, Justice, Доджа Кэт, Planet Her, Лилнас Экс, Монтера, Оливия Родригос, Sir, Тейлор Свифт, Everymore и Каньи Уэст. Или как сейчас его правильно называют? Е просто, да? Е. Донда. Представляете? Интересно, что ему дадут за эту номинацию, потому что, как мы знаем из прошлого опыта, Каньи Уэст у нас очень любит Грэмми. Так любит, что когда ему вручили, внимание, номинацию за Госпел альбом, он просто не подошел к телефону, когда ему звонили с поздравительной речью. Не знаю, может быть, он теперь как Ариана Гранде, которая тогда, значит, не пришла на церемонию, когда она выиграла свою первую Грэмми, а потом пришла на следующую, и все пять, по-моему, у неё номинаций было, её продинамили? Может, та же самая ситуация сейчас произойдет и с ним, потому что я бы на месте Грэмми обиделся, и это было бы абсолютно честно и заслужено. Мне вообще непонятно, что он делает в номинации альбом года, потому что я его альбом не слышал. Альбом Тони Беннета и Лиди Гаги я слышал, который, я уверен, практически половину не слышала, поэтому здесь тоже не особо, я думаю, у них что-то им светит в этой номинации. Я очень рад, что здесь представлена Doja Cat, Planet Her, потому что это, в принципе, очень неплохой альбом, очень классный, там, помесь всего, помесь рэпа, помесь вокала, классное довольно-таки звучание. И песня The Weeknd'ом это вообще моя отдельная лав, потому что слушаю я её практически каждый день до сих пор и даже делал на неё кавер. Ну и также радуюсь, что Оливия Родриго здесь. Потому что её альбом реально был везде, везде. Слушали его тоже практически все, я даже проходил недавно, вот снимал видео, как я пытаюсь указывать популярные песни, значит, на специальном сайте, где я боролся за победу с ещё несколькими игроками. И серьёзно, практически каждая песня была, собственно, Оливия Родриго с этого альбома. Лучший вокальный альбом Ариана Гранда здесь представлена, собственно, Билли Айлиш, Джастин Вибер, Оливия Родриго и Doja Cat. Я думаю, что здесь, опять же, Джастин Вибер, не знаю, что делать, я не слышал его альбом, я вообще давно уже в нём разочарован. И я думаю, здесь он тоже как пушечное мясо, извините меня, конечно, потому что, опять же говорю, сколько раз он был номинирован и чем это закончилось. Ариана Гранда здесь тоже со своим Positions, который меня также разочаровал, я даже сделал, по-моему, реакцию на этот альбом. Мне очень нравится Ариана Гранда, мне очень нравятся её старые альбомы, но вот Positions конкретно для меня был мимо. Да, может быть, он умел успех, 34 плюс 35, особенно в ремиксе с Doja Cat и Megan Thee Stallion тоже имели довольно-таки нехилый отклик аудитории, но для меня нет. Мне кажется, что здесь Doja Cat могла бы забрать, я бы хотел, по крайней мере, потому что она в прошлом году не забрала ни одной Грэмми, и что очень было грустно мне, потому что я её слушаю, я считаю, что она много работает, у неё классные, в принципе, треки, и мне бы хотелось, чтобы она тут победила, но это конкретно моё мнение. Мне кажется, что здесь также Оливия Родриго, опять же, может бороться, и Билли Айлиш тоже, в том числе. Лучший новый артист Финиас, Сауити, Оливия Родриго. Это те, которых я знаю, потому что остальные, кто там представлены, я вообще не знаю. И здесь я уверен просто на 99%, что Оливия Родриго сберёт эту награду, вот реально, ну прямо на 99%, потому что она работала очень, она была на каждой премии выступала, её альбом, опять же говорю, был везде, все его слушали, и этот год она очень плодотворно провела. Я вот уверен, что сберёт она. Сауити тоже, кстати, была на слуху, но не настолько, как Оливия Родриго. Финиас, это брат Билли Айлиш, ну, не знаю, мне кажется, что он не заберёт эту награду, при всём уважении моём к нему. Лучшее выступление поп-дуэта или группы? Тони, Беннет и Леди Гага. Привет, я не делаю промо-хроматики, но зато я собираю пачкой номинаций, и я думаю, в какой-то там номинации она победит. Грэмми просто спокойно на лайте, записав джаз-альбом с Тони Беннетом. Джастин Бибер и Бенни Бланко, BTS, Колд Плей и Доджи Кэт, собственно, с Сиза. Си-зи-эй. Ой, из этого всего я, опять же говорю, я слушал постоянно Kiss Me More, но я очень, на самом деле, рад, что BTS получили номинацию, потому что, вот серьёзно, все фанаты просто, я думаю, были счастливы из-за того, что хоть какую-то номинацию они получили, ну, конечно, блин, серьёзно, была вот недавно Америка Music Awards, они там собирали награды пачками, и так мало номинаций на Грэмми, но серьёзно, когда их все слушают, они все говорят, я их не слушаю, я говорю, опять же, но реально я их уважаю, потому что их все слушают, я знаю, их не замечать невозможно, потому что обсуждают их все, даже популярные блогеры, не знаю, все их знают, и серьёзно, когда они получают вот такое скудное количество номинаций, это, конечно, очень грустно всё выглядит, грустная картина предстаёт перед нами. И тут я подумал, неужели Бьёнсе не номинировали? Это что за дискриминация? Это что за исключение нашей Аллы Борисовны, Примадонны американской-то? Где же наша Бьёнсе? Где же наша синглэрис? Когда она прошла её церемонии, она просто тоже собирала награды, сидела в зале такая довольная, хотя я её альбома не слышал. Она была номинирована, непонятно почему, у неё, по-моему, 9 номинаций было, но здесь где же она, куда она пропала? Хотя Джастин Бибер стабильно номинируется и номинируется. Ну и запись года. Пича с Джастин Бибер. I still have faith in you. Абба. Серьёзно, Абба. Первый раз номинирована за такое количество времени. Я прям удивился и обрадовался даже, наконец-то. Вроде их в зал славы даже, в зал славы Грэмми добавили. А тут? Не одной победы. Ну, надеюсь, что и не одной номинации даже. Ну, я не уверен, что они победят. Скорее всего, они не заберут здесь награду, но в любом случае, то, что они номинированы, уже круто. Также тут у нас есть Лил Насекс, Оливия Родриго, Сил Сони, Билли Айлиш, Доджи Кэт, Тони Беннет и Леди Гага. Круто, что Лил Насекс номинирован, потому что что-то его, мне кажется, немного начали подзабывать. А это, вон, все сейчас обсуждают его. Рады, что он заберёт награду, потому что у него тоже много фанатов. Как и у BTS. Ну, конечно, несравнимая амплитуда. BTS просто заполонили всё, и даже на объявлении номинантов в Ютубе, в прямой трансляции, в комментариях, просто BTS, 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 BTS были сплошные. Вот, просто. И когда они максимально мало звучали в номинациях, все бесились и злобные смайлики слали. Грэмми. Видимо, фанаты BTS тебя проклинают. Теперь ты для них с Рэмми. Ну и песня года. Bad Habits, Эд Широн. Не знаю, как это комментировать. Я Эда Широна с песни Shape of You не слышал. Вот, серьёзно. Это так. A Beautiful Noise, Алиша Кис. Алиша Кис. Я думаю, фанаты Алиши Кис рады. Ну, кстати, она очень талантливая, на самом деле, исполнительница. Driver's License, Оливия Родриго. Тоже очень достойная. Реально, вот, по-моему, именно с ней она и выбилась, собственно, в это широкое такое поклонение ей. Как раз, когда её начали все обзывать новой Билли Айлиш. Также здесь у нас есть Хер, Билли Айлиш, Доджи Кэт, Лилнас Экс, Силк Соник, Джастин Бибер и Брэнди Карлил. Я просто не знаю, кто это. Извините. I don't know him. А ещё я просто очень рад, потому что Силену Гомес, мою любимую, за которой я слежу уже 12 лет, номинировали впервые на Грэмми. Представляете, впервые. Впервые за 12 лет, сколько у неё там лет карьеры, её номинировали на Грэмми. Я просто, господи, спасибо. Не в основной номинации, но всё равно, блин. Лучший, по-моему, латино-поп-альбом. И я уверен, что она сможет вполне себе победить в этой номинации, потому что там не прям такие какие-то мастодонты. Конечно, там есть люди по типу Камила с его шикарным голосом. Но я болею только за неё. Фанаты Мелиссарес, кстати, тоже обиделись. Туда и входят в этот список обиженок. Дуалипа, например, которая тоже здесь нет. Её фанаты тоже там все бесятся. А что вам понравилось и не понравилось? Пишите в комментариях. Обсуждаем всё внизу в комментах вместе с вами. Также переходите в мой... Господи, Телеграм-канал, например. Там я выкладываю всю информацию о новых видео. Мы там с вами обсуждаем номинации как раз, поэтому буду вас там ждать. И на мой Инстаграм. Там вообще куча рубрик. В сторис выкладываю всё о знаменитостях, кучу информации. Даже рубрика, где мы выбираем с вами клёвые луки знаменитостей, тоже там, поэтому буду там вас ждать. И ждите новых видосиков от меня, потому что очень скоро у меня будет классный проект. А я с вами прощаюсь. Надеюсь, внизу мы с вами обсудим все номинации. Не забудьте подписаться на канал. И всем пока-пока.